Вечером 13 ноября, начиная с 21 часа 30 минут, в Париже произошла беспрецедентная серия скоординированных терактов. Стрельба на улице из автоматического оружия, взрывы, в том числе террористов-смертников, захват заложников. По данным полиции, в результате террористических атак погибло не менее 128 и ранено около 250 человек. Причем 99 из них находятся в критическом состоянии. Эти цифры постоянно уточняются, к сожалению, в сторону увеличения. Французскими властями введен специальный план действий, применяемый в случае множественных терактов. Помощь силам правопорядков в Париж введено дополнительно полторы тысячи французских военнослужащих. Повсеместно усилены меры безопасности, включая охрану административных центров и диппредставительств. В обращении к нации президент Франции Франсуа Алланд объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил о закрытии границ. В данном случае речь идет об ужесточении паспортно-визового контроля лиц, прибывающих или покидающих Францию, в том числе при перемещении между странами Шенгенского соглашения. По информации французских властей, на 12 часов 15 минут по московскому времени 14 ноября среди идентифицированных жертв терактов граждан России не выявлено. Посольство России во Франции остается в тесном контакте с французскими компетентными органами и продолжает отслеживать ситуацию. Продолжение следует...